В 23 августа 2015 года передвигался по автодороге Шилова в сторону города Воронежа. После чего мне не было необходимо повернуть налево, на улице Междуреченская. Заблаговременно включил указатель левого поворота, притормозил. За мной скопилось автомобиль из количества трех и более машин. Пропустил трещот автомобиль, начал поворачивать, совершать маневры налево. После чего подключил сильный удар левую сторону своего автомобиля. Потерял сознание и очнулся в больнице. Овчаренко Денис Юрьевич, адвокат Воронежской межтрепториальной коллегии адвокатов. Гражданин Булавинов обратился ко мне за юридической помощью по защите его прав в рамках производства. По делу об административном правонарушении. Ввиду того, что он являлся участником дорожно-транспортного происшествия. Постановлением сотрудника ГИБДД он был признан виновным в данном дорожно-транспортном происшествии. Именно в нарушении правил, предусмотренных пунктом 8.1 и 8.2 правил дорожного движения Российской Федерации. Нарушение правил маневрирования и неуказания сигнала поворота. Данное постановление было вынесено и производство в отношении Булавина было прекращено за истечением срока давности привлечения к административной ответственности. В рамках производства по делу об административном правонарушении в порядке оказания юридической консультации были выявлены значительные процессуальные нарушения, на которые ссылался как сам Булавинов, так и представитель по доверенности его мама. Данные нарушения выразились в том, что в первую очередь понятые, которые подписывали схему дорожно-транспортного происшествия, указывали на несоответствие их подписей, подлинности, они указывали, что это не их подписи. Кроме того, данное постановление было обжаловано в советском районном суде и отменено, и направлено на дополнительное дознание по тем обстоятельствам, что дознаватель, который осуществлял производство по данному делу, отправил документы на автотехническую экспертизу, не приложив показания свидетелей данного дорожно-транспортного происшествия. Впоследствии постановление было вынесено идентичное первому. Булавинов также был признан виновным в том же административном правонарушении. В настоящее время подано большое количество жалоб, как в Следственный комитет, в прокуратуру, в органы исполнительной власти с требованием о привлечении внимания к расследованию данного административного правонарушения. Основанием для обращения в Следственный комитет послужило проведение самостоятельно и за счет своих средств по черковической экспертизе мамой Булавинова. На основании данного исследования был установлен факт исполнения в схеме дорожно-транспортного происшествия подписи и несоответствия ее подписи одному из понятых. Заявление было принято, была проведена проверка по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении инспектора ГИБДД Козлова, который оформлял административный материал. Неоднократными постановлениями было отказано в возбуждении уголовного дела. В обосновании данного постановления было указано, что экспертиза, которая проводилась самостоятельно моим подзащитным, она не соответствует критерию относимости и допустимости доказательства, так как эксперт не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Исходя из данного обстоятельства, следователем Следственного комитета была проведена почерковеческая экспертиза. На основании уже этой экспертизы был установлен факт несоответствия подписи другого понятого. Но что касается подписи первого понятого, подлинность ее была установлена. Тем не менее, отказывая возбуждение уголовного дела, следователь Следственного комитета указывает на утерю навыка подписи, что является субъективным критерием, если относиться к нему с юридической трактовки. Каким образом понятой мог за столько времени утерять навык подписи, не получая никаких травм черепно-мозговых, вопрос остается открытым. В принципе, вся ситуация, произошедшая с этим дорожно-транспортным происшествием, у меня, как и у юриста, вызывает очень много вопросов. Как и обстоятельства ДТП, место, направление движения его участников. Безусловно, хотелось бы добиться справедливости и обратиться к органам, осуществляющим надзор за деятельностью процессуальной органов ГИБДД. К Следственному комитету, чтобы все-таки людям помогли и позволили добиться истины по данному делу. Ну а со своей стороны, конечно, буду оказывать всю необходимую юридическую помощь. В настоящее время Булавиным подана жалоба в Советский районный суд города Воронежа. Судебное разбирательство по данной жалобе назначено на 6 сентября 2016 года под председательством судьи Платонова. Надеемся на справедливое судебное разбирательство. В Масках Николай Иванович 23 августа 2015 года, ну около 16.00, там 16.20, стоял, ожидал сестру вот в 15 метров вот где деревья. И наблюдал такую картину. Ауди А4 серебристая. Стоял вот тут с включенным поворотником, за ней несколько машин стояло. Он начал поворачивать, тут по встречной полосе получилось, совершал обман Ауди А6. Ударил его в заднюю правую дверь. У Ауди я его вытаскивал. Со стороны водителя, правильно? Я подбежал к нему сюда, машина задымилась. Я его из машины вытащил, в свою машину отнес ее. Я тебе аккумулятор клеем и выдернул тоже. Ну и вот так вот. То есть получается удар произошел на встречной полосе движения. Да, да, да. Который двигался в попутном направлении, но на встречке проехал, совершал маневр обгона. Ну поворачивал он, вот он где-то, вот здесь вот, вот так стоял, вот здесь. Отбросил вот их бордюру куда-то, может чуть дальше. Он без сознания был. То, что я его когда из его машины вытаскивал, я его вытащил, до своей донес, он опять сознание потерял. Вот я не знаю сколько там, 10-15 минут он это без сознания был. Потом вроде пришел в себя отходить, начал. Ну а потом его в больницу отвезли, в скорую. Скажите, как себя вели непосредственно участник ДТП, вино? Они сидели, сидели в машине, я еще крикнул, говорю, что вы сидите, машин дымится. То есть они не оказали никакой помощи, они сидели в машине не выходили даже? Да, как сидели, так и сидели. Потом, когда я его в свою машину посадил, побежал за водой, мыть его, голова в крови была, все. Взял салфеток воды, пришел сюда. Они тут уже и семечки грызть, и воду пить, и заедать. Что они заедали там, я не знаю. Коробка прям вот на капоте у них на машине стояла, они ели. И к ним подходишь, они отходят. Как-то разговоры не получалось с ними. И когда друзья его там приехали, милиция приехала, они там и обниматься начали думать. То есть полиция, которая приехала на место, это сотрудники ГИБДД или какие-то полицейские? Ну, наказали ГИБДД, наверное, я не знаю. То есть это дежурная часть с посадравшими, когда ДТП? То есть они были знакомы, получается? Ну, получается так, они обниматься, тут начали все, ну и все ясно стало, что не просто так там все. Фомин Евгений Александрович. Мы ехали со стороны Малышева в сторону города. Нас остановили сотрудники ДПС и пригласили быть понятыми. После этого мы прождали минут 20, пока один из сотрудников под фамилией Козлов составлял схему. Потом пригласил нас для снятия замеров. После чего пригласил, уже было темно, в машину, в Газель. Положил схему на стол в Газели и попросил расписаться в ней. После чего Агафонов, сотрудник ГИБДД, попросил расписаться уже непосредственно в протоколе. На месте ДТП пронумерованы машины, первый, второй и тормозной путь указан. И черной ручкой был составлен административный материал. Ну, точнее, не административный материал, а схема ДТП. Еще спросили, кто здесь виноват у Козлова. На что он ответил, скорее всего, А6. А4 также была под номером 2. А6 под номером 1. Сейчас мы имеем то, что они обвиняют А4 непосредственно виновником. Схема изменилась? Схема изменилась, да. Обвиняют уже как бы Ауди А4 виновником, так как он не указал поворотник. Как нам уже рассказывали непосредственно в ГАИ и в Следственном комитете. Схема каким образом изменилась? Стала синяя ручка. Нарисована синей ручкой. Нумерация исчезла машин. И исчезли тормозной путь. Соответственно, там, скорее всего, изменились замеры. Потому что я не мог запомнить. Потому что уже спустя год я тоже не могу. А подпись стоит ваша? Подпись стоит не моя. Не ваша? Нет. Могу предоставить фотографию даже и расписаться сам. И вы это заявили в следствии, что это не ваша подпись? Что он сказал? Заявил сначала в Следственном комитете и в ГАИ также заявил. Причем в ГАИ на Обручево, когда проводилась служебная проверка по этому делу, следователь сказал, говорит, тут все написано, вся схема написана одной рукой. То есть следователь подтвердил, что там все написано одной рукой в этой схеме БДК. Да. Мы сейчас будем делать эксперимент, подтверждающий то, что та схема, которая сейчас имеется, не просто так была подделана, на ней имеются другие совсем цифры. Размеры. Размеры. Вот. Прошу показать. Вот. Показываю. Ноль. Вот. Все по нулям. Вот так не делаем. Тут вот так. Все по нулям. Все по нулям. Вот несу. Даже по факту видно то, что если место было удара вот здесь вот. То есть вот здесь вот это место ДТП. Ну даже пусть возьмем вот здесь вот место удара было. Проходим по нему. До угла дома. Идем. Вот уже 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот 17,2. Уже 17,2 метра. А на схеме изображено ну 10 там. 10,1. Поэтому можно с уверенностью говорить то, что эта схема поддельная. Сколько метров получилось? 17,2. 17,2. А на схеме сколько? А на схеме 10,1. 10,1. 10,1. То есть куда-то делись вот эти вот 7 метров, да? Куда-то делись 7 метров вообще. Было вино вот Татьяна Владимировна. 23 августа 15-го года мой сын попал в ДТП. Он мне сам позвонил и сказал, мам, я разбился и разбили мою машину. Все, я, естественно, сразу бросила все. Приехала сюда. Я испугалась, вызвала ему скорую. Сына отправили в больницу. Положили в реанимацию. Я вернулась сюда. Тут уже стояла машина ДПС ГАИ. Я подошла к машине. Сказала, что я мать была виновой Эдуарда Сергеевича, который отправлен в данный момент в больницу. Я буду как бы представлять его интересы. Меня в грубой форме отправили. Можно даже сказать, грубо говоря, вытолкнули из машины. Сказали, что я никто. И никаких мне объяснений они давать не будут. Это был Козлов и Агафонов. Сотрудники ДПС. Единственное, что я попросила, говорю, покажите мне хотя бы схему. Потому что сфотографировать они мне ее не дали. Сказали, что это посторонний человек. И все на этом. Смотрела схему. Я попросила еще одного молодого человека, который был тут. Мы смотрели с ним вдвоем схему. Схема была написана черной ручкой. Нумерация машин была. Тормозного пути не было. Впоследствии эта схема изменилась. Когда я по доверенности начала ездить, узнавать, что и как. Эта схема изменилась. Один из сотрудников ДПС сказал, пацан не виноват, но можно повернуть по-другому. А кому так сказал? Это лично я слышала. А кому так сказал? А он разговаривал с другой стороной. Вот мужчина седоватый там был. Я так понимаю, что это виновники, они знакомы. Да, они знакомы. Они сидели, улыбались в машине меня, они оттуда выгоняли просто-напросто, что я никто и звать меня никак. Естественно, я посмотрела схему, я ее запомнила. Я даже сейчас могу ее нарисовать, как она есть. Потом началось дознание. Я сделала ходатайство, чтобы опросили понятых. Второй расписывали схеме в ДТП, изначально, которая была предоставлена и мне. Я посмотрела схема другая, неоднократно говорила дознавателю Луговцову, что схема не та, что схема изменена, что цвет ручки не тот на схеме. На меня никто не реагировал. Когда я у понятых попросила подписи и сделала самостоятельную почерковеческую экспертизу, то почерковеческая экспертиза показала, что это не подписи понятых. Я принесла это дознавателю. Он мне бросил этот лист и сказал, мне это не нужно, себе ее оставь. А понятые подтверждают, что это не их подписи? Понятые подтверждают. Что это не та схема совсем? Да. У меня есть документация, где две почерковеческих экспертизы. Потом я написала жалобу в Следственный комитет по фальсификации документов. Панкин, следователь Данила Владимирович, сказал, что схема – это не документ. Когда я говорю, сделайте экспертизу на протокол, там тоже фальсификации документов. Он мне говорит, что я ничего делать не буду. Я говорю, почему вы не возбуждаете уголовное дело, потому что достаточно есть сильные доказательства, что там фальсификация. Он мне отвечает, значит, так надо. Вот пятый раз он отказывает мне возбуждение уголовного дела. Не знаю, что будет дальше. Я насколько в курсе, вы ходили недавно на прием в Следственный комитет. Да, мне дали четко понять, что ничего делать не будет. А с кем вообще Левита Кирилла Эдуардовича? Да, 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 да. Потому что Кирилл Эдуардович сейчас в отпуске. В отпуске до 19-го числа, да. То есть сегодня зам, значит, с вами общался. И что он сказал? Да. Я когда пришла, он знал уже, кто я, что я хочу. То есть он был уже в курсе, зачем вы пришла? Да, зачем я пришла. Потому что я ему говорю, вот так и так, почему не возбуждается уголовное дело? В принципе, доказательства есть, понятые сами это подтверждают. Он мне говорит, они отказались. Я говорю, опросите еще, вызовите понятых. Он сначала сказал, что я не буду никого опрашивать. Все, как есть, так и останется. Потом я сказала, что со мной работает дорожный контроль. Он сказал, ну ладно, я допрошу понятых. Я так понимаю, если бы я не сказала, да. Если бы я не сказала, что со мной работает дорожный контроль, никто бы допрашивать никого не стал. Осталось бы все так же. Я ходила и в прокуратуру, и к Шаталову, к заместителю на прием, даже в областную думу. И все мне вот отписываются в мягкой форме. И все. И не знаю, как бороться. И единственная дешевая получается. Я понял. У нас даже сделали экспертизу в тяжести вреда моего сына. Экспертиза дала заключение, что мой сын получил закрытую черепно-мозговую травму за сутки до ДТП. Все документы с БСМП почему-то каким-то образом исчезли. Я просто в шоке. Никаких документов. Но у вас на руках остались документы? У меня остались, да. То есть у вас есть подтверждающие документы, что именно в связи с ДТП получена травма. Правильно я понял? А у них другие какие-то образовались документы? Они его продержали в больнице неделю и сказали, что он легкое сотрясение мозга. Но если человек лежит в реанимации и описывает, что есть состояние тяжелое, двое суток, состояние тяжелое, они его выписывают с легким сотрясение головного мозга. Хотя я проходила клиники, эксперт-клиника у нас, там мне уставят диагноз ушиб головного мозга. И подтверждают это. Только экспертиза почему-то дает показания, что за сутки до... Это в медицинскую экспертизу вы отправляли? Да, да. Когда отправили, вынес первый раз решение луговцов, что мой сын виноват и так далее. Я обжаловала, естественно, в суде. 10 мая суд был у нас. Судья вынес решение, что отправят на новое дознание. Когда я приехала к луговцову неоднократно и говорила, что мне нужно сделать судмедэкспертизу, опросить понятых, опросить свидетелей дополнительно, мне на это ответили, что никто делать ничего не будет. Он мне в открытую сказал. И сказал, что решение вынесем без вашего участия. Так что он и сделал. Он не оповестил нас. Пока я сама не приехала 26 числа, вынес 18-го, а 26-го я приехала и... Это какого месяца? Август, ой, июля. Июля. Да. Этого года уже. Этого года, да. Второе постановление, идентично первому. Никаких изменений нет. Без учета решения суда. Без всего. Я ходила на прием наличных к Дегтяреву Александру Валерьевичу. То есть командиру батальона. Командиру батальона, да. Писала отвод от дознавателя, потому что такие их недружелюбные отношения между той стороной ДТП и дознавательным луговцом очень какие-то теплые. На что мне сказали, зафиксировали, ответ вы получите. В итоге меня вызвали потом в 5В кабинет, который мне сказал, куда бы ты ни обращалась, все равно все вернется к нам и все останется так, как и есть. Он сказал, что отвод от дознавателя будет делать сам луговцов. Кому он решит отдать или сам будет продолжать. Такой он деловой. Да. Сказал, что только дознаватель будет решать, кому передать дознание. И посчитает ли он нужным. Да, да, да. И он посчитал нужным не передавать. Ну, я так понимаю, да. Вынесли решение. А вам ответ поступил. Я правильно понял о том, что вам отказано в удовлетворении ваше отходотайство? Нет. Вам даже ответа не было? Да, нет, ответа не было. А вы отходотайство заявляли? Заявляла. Я вас понял. По факту, если на ходотайство нет мотивированного определения об отказе, то, соответственно, оно должно быть удовлетворено. Ну, вот уже больше месяца никакого ответа я не получала. А меня вообще ни о чем не уведомляют. Ни в Следственном комитете, ни в ГИБДД. Так что я пока сама не поеду и не начинаю требовать там, потому что я имею на это право по доверенности от своего сына. Только тогда я получаю. И то мне разными способами говорят, приди завтра, что-то приехало, что-то приперлось. Вот таким образом. Был еще момент, когда я ходотайствовала, а до посмотри места происшествия, вот именно ДТП. Мы выезжали сюда, где мне было сказано. Я говорю, ну зачем же вы переделали схему? Если мой сын был на самом деле виноват, зачем фальсификация документов? А мне сказали, а ты докажи. А кто это сказал? А это именно непосредственно, кто оформил ДТП в тот момент 23-го. А Козлов и Агафонов? Кто-то из них двоих вам сказали? Да, вот кто-то, либо Козлов, либо Агафонов. Потом изменилось вот здесь место столкновения автомобилей. Тоже было перенесено, и туда размер был перенесен. А я когда узнала, что подписи не похожи, вернее, посмотрела, что не похожи подписи, заявляла ходатайство о почерковейской экспертизе, в чем мне отказали, сказали, что не буду делать, и никто не сделает вам по одним подписям. Но я самостоятельно обратилась в почерковейскую экспертизу. После Нового года мне позвонила девушка там и сказала, ваша экспертиза готова, приезжайте, забирайте. Я приехала. До этого я оплатила 9 тысяч за экспертизу. Я приехала, она сказала, вас ждет директор. Я зашла к директору, она на моих глазах провала экспертизу и сказала, что она не имеет права мне ее давать. Потому что это не почерковед, а графограф. На самом деле, эту экспертизу мне пришлось обратиться к этому же почерковеду. Она мне ее сделала только со своей печатью. И у нее в дипломе написано, что она и почерковед, и графограф. В данный момент, как она мне сказала, я не знаю, что вы там за люди, но из-за вас я осталась без работы, мне не предоставляют никаких экспертиз вообще более. Чтобы больше она ничего не делала. Да. А когда я сказала, если у вас есть еще эксперты, да, она сказала, есть, но у нее мало опыта. Я говорю, тогда зачем вы предлагаетесь, человек не может еще делать эту экспертизу. Все, мне пришлось сделать экспертизу вот у Натальи Геннадьевны. Это эксперт непосредственный? Это эксперт непосредственный. Я ее не видела в глаза. Она мне присылала экспертизу, я отправляла на ее лицевой счет деньги. Все. Вы по телефону с ней общались? Да. То есть по факту из-за вот этой ситуации еще человек остался без работы. Вот такое давление оказывается... Получается, да. Получается, я не знаю, что там происходит вообще на самом деле, но у меня такое впечатление, куда бы я не пошла, все уже знают, что я должна прийти. Также из БСМП у нас исчезли документы медицинские, ни КТ, ни МРТ, у нас там ничего не осталось. Получается, что сын у меня, лежавший в реанимации двое суток, выписал с легким сотрясением мозга. Хотя ставят диагноз его в других клиниках и больницах, что у него ушиб головного мозга. Вот у меня вопрос напрашивается, а сколько же заплатила та сторона за все это мероприятие? Кто-нибудь сказать судье, который будет сейчас рассматривать дело? Я хочу, чтобы объективно и справедливо расследовали нашу жалобу, которую мы подали. На постановление? На постановление Луховцова, который выносит решение без учета суда, который был 10 мая, выносит идентичное постановление. Там даже ничего не изменилось. Абсолютно. Возник вопрос, мы сейчас общались по поводу освидетельствования, так как ДТП с пострадавшими, и возникает вопрос, а был ли освидетельствован вообще данный гражданин, вот водитель этого Ауди А6? Не знаю, но по крайней мере до часов 11 он находился на месте ДТП. То есть он никуда не уезжал? Да. Здесь его не освидетельствовали? Не освидетельствовали здесь. Он загружал свою машину, эвакуатор, и находился постоянно в машине полиции. Скажите, я так понимаю, есть в материалах дела акт об освидетельствовании, правильно я понимаю? Вот в какое время этот акт был составлен? 21.30. Он прошел освидетельствование? Якобы он прошел. Да. А по факту до 11 часов он здесь находился? Примерно с 8 часов, во сколько примерно меня восстановили сотрудники ГИБДД, и до 11 он находился на месте ДТП непосредственно. Друзья, я вас приветствую. Ну, мы резюмируем, конечно, это беспредел. Мы видим, что подделаны подписи, понятые об этом утвердительно говорят. Меня удивляет другой вопрос. Почему не возбуждается уголовное дело в отношении сотрудника, который подделал эти подписи? Все неравнодушные граждане, огромная просьба, давайте завалим их жалобами, давайте все дружно, массово напишем жалобы во все инстанции по этой ситуации. Давайте поможем людям найти справедливость в наше трудное и нелегкое время. Хочу отметить, это сотрудники, подчиненные нашего всеми горячо любимого, Александра Валерьевича Дегтярева, командира батальона. Александр Валерьевич, почему же у вас такие сотрудники работают? У меня ощущение складывается, что все-таки кто-то занимает не свое место. А в свете последних событий, немножко отступлю от темы, хотелось бы передать привет Барышеву. Барышев, мы скоро с тобой будем нести службу совместно. я буду твоим супер понятым, я буду твоим личным общественником, который всегда будет рядом с тобой. Мы с тобой будем нести службу совместно. Тебе очень понравится за это время несения службы. Ты проклянешь все, что только можно. Так что готовься быть честным, добропорядочным, вежливым сотрудникам полиции. Я думаю, это будет тебе сложно, но возможно. А мы скоро с тобой встретимся, поверь мне, поверь, скоро, скоро. И еще немного отступлю. В нашей группе Дорожный контроль Воронеж была новость, ну, этой новостью мы не смогли в YouTube поделиться, и сейчас пользуюсь возможностью оглашу результат по ролику на Острогорском так называемом посту. Итоги такие. Распоряжение генерала понизить должности начальника областного КПО, уволить командира взвода этих нерадивых двух сотрудников, уволить двух сотрудников по итогу служебной проверки и расформировать весь взвод. Начальник КПО приходит на место командира взвода. Я считаю это справедливым решением, правильным, обоснованным. Крайнее видео недоперепил видео на крузаке парень молодой. Ну парень держался действительно достойно, вопросов никаких. Но, но, это звоночек для него и для его папы. Как по информации от подписчиков, данный Land Cruiser часто видят у главного управления МВД. По информации от подписчиков он относится именно к папе, он же владелец этого транспортного средства к прокуратуре. Папе звоночек. Сыну возможность этого больше не совершать, так как все равно алкогольное опьянение, признаки алкогольного опьянения были установлены. Это видео носит характер профилактики. Я думаю, все сделали правильные выводы и больше такой ситуации не повторится. Потому что на его месте мог оказаться кто угодно. И мы могли в тот момент это все сделать, когда могло показать. Ну, такое стечение обстоятельств. Пусть воспользуются этим добрым видео. Друзья, и не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч! Раскроем лица под масками, шапками и касками и отпишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и переградом непомерным. Не с той стороне у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страшу города громким выведем.